добрый день мои дорогие друзья а также мои подписчики я рада вас всех приветствовать на своем канале и это видео будет посвящено как я вам уже обещала затмению солнечному затмению которое состоится 26 декабря 2019 года а также мы поговорим о коридоре затмений и так 26 декабря 2019 года 8 часов 12 минут по московскому времени состоится полукольцевое солнечное затмение в 4 градусах знака козерог но уже где-то за неделю до этой даты то есть начиная уже с 19 декабря для нас открывается так называемый коридор затмений это время наиболее сильного влияния затмения на нашу с жизнь это будет кармическим временем когда наши мысли наши поступки наше взаимодействие с окружающим миром будут закладывать программу на наше будущее коридор затмений проблится до 10 января 2020 года и возможно еще неделю после кажется что длится он недолго но у него есть огромные возможности чтобы запустить процессы которые будут влиять на нашу жизнь на целые 18 с половиной лет в коридор затмений вам могут сниться необычные сны в голову могут приходить необычные желания я советую вам записывать все это и уже оценить после того когда пройдет какое-то время после затмения возможно что среди этого потока информации вы найдете какие-то очень важные ответы на свои вопросы весь 2019 год затмение затрагивали тему лунных кармических узлов на оси рак раху и козерог кету и нам всем с вами сейчас предстоит сдать такой большой экзамен коридора затмений на тему как мы с вами усвоили уроки 2019 года наш экзамен начнется на концевом солнечном затмении 26 декабря в знаке козерог и закончится на полутеневом лунном затмении 10 января 2020 года в целом коридор затмений для нас будет характеризоваться тем что он проявит реальность вокруг нас будут создаваться в этот период какие-то ситуации в результате которых нам с вами придется хотим мы этого или нет избавиться от своих иллюзий и посмотреть на то как выглядит ситуация это наши отношения люди или мы даже с вами сами как мы выглядим на самом деле образно говоря нам с вами придется спуститься на землю увидеть реальность такой какая она есть не такой как нам с вами было удобно видеть ее до этого многие могут почувствовать что у вас словно открылись глаза в этот период когда исчезнут какие-то прошлые иллюзии и вам просто станет понятно сейчас что на самом деле для вас важно а что нет многое станет ясным появится понимание в каких-то старых вопросах которые казались раньше для вас просто неразрешимыми давайте вспомним немножко что такое солнечное затмение совсем коротко солнечное затмение это супер новолуние когда вся сила предыдущих новолуний соединяется в одну и при за при затмении земля солнце и луна они становятся в одну линию вы можете представить какой огромный заряд энергии у этого затмения и затмение всегда происходит вблизи вблизи одного из лунных кармических узлов соответственно солнечное затмение это дорогие мои новолуние которое происходит на кармическом лунном узле и получается что каждый месяц мы с вами на новолуние или полнолуние сдаем своеобразные контрольные уроки как в школе а при затмениях нам уже с вами предстоит сдать окончательный экзамен по усвоению той информации и по нашим поступкам за весь этот период и вот после солнечного затмения кого-то могут перевести в другой класс на другой уровень выше ну а кто-то кто не усвоил уроки 2019 года останутся на второй год для нас с вами 26 декабря закроется кармическая программа по южному узлу в козероге и наши экзамены тоже будут по теме козерога уже с начала декабря напряжение будет постепенно постепенно нарастать и в полнолуние которое произойдет 12 декабря это полнолуние станет энергетическим пиком декабрьских напряжений и эта энергия уже будет огромной конфликт между нашей разумной волей у людей и между нашим подсознанием будет происходить в это время какие-то подсознательные неуправляемые мотивы будут создавать напряженность между партнерами напряженность в семьях между влюбленными и вот это и нервозность и конфликты и иллюзорные подозрения тоже могут появляться конечно мы их можем уравновесить но прежде всего нужно трезво мыслить и нужно конкретно действовать в этот период например если вы что-то кому-то обещаете то вы должны обязательно выполнить свое обещание а если вы не уверены в том что вы сможете его выполнить вы не должны давать это обещание но опять же опасность будет в том что эмоциональные решения которые мы будем принимать сейчас они будут во многом оказываться фантомными пустыми и спасительным для всех нас в это время будет лишь трезвый рациональный подход конечно же вокруг нас в это время появится искушение у кого-то может возникнет искушение вложить свои деньги в какое-то сомнительное дело для того чтобы очень быстро обогатиться заработать на этом ну а у кого-то возникнет искушение купить ненужные вещи кто-то искуситься вступить в соблазнительные отношения и нам с вами очень очень понадобится всем трезвый расчет и рациональный подход на весь этот период и вот кульминацией всего этого станет солнечное затмение 26 декабря 2019 года с 26 декабря у нас с вами начнет накапливаться уже новый опыт новая кармическая история которая снова будет накапливаться и достигнет своего пика в 2028 или в 2037 году поэтому этот день 26 декабря для нас будет днем проверки кармой экзаменом кармы когда мы с вами получим как поощрение за наше развитие за наши хорошие добрые поступки мы можем получить какие-то блага или нас накажут за то что мы не хотим развиваться и не хотим взрослеть те из нас кто успешно усвоили уроки кармы запишут для себя позитивную программу по теме козерога что вы сдали удачно этот экзамен ну а те кто не осознал они запишут негативную программу и вернуться к ней снова в будущем или же передадут эту программу по наследству если вы помните то в этом году мы уже проходили коридоры затмений с 6 января по 21 января 2019 года и со 2 июля по 17 июля и вот эти затмения тоже были на кармических узлах оси рак козерог и вот весь год мы с вами проходили уроки по этой теме это были темы взаимоотношений темы наших долгов наших обязанностей наших страхов и наших желаний ну а также карьерных достижений и так 26 декабря солнечное затмение в козероге будет в соединении с юпитером точный аспект состоится 27 декабря и в день затмения на небе также будет стелеум планет в козероге здесь будет находиться солнце сатурн плутон луна и кету юпитер в козероге находится в падении дорогие мои а это значит что в день затмения мы все будем стремиться завершить темы 2019 года и мы не можем надеяться на сильную поддержку юпитера темы 2019 года это прежде всего вопросы кредитов в вопросы наших долгов обязательств различных судебных разбирательств если таковые у вас были в этом году но также темы отношений между людьми и вот сейчас они должны быть завершены в это время особенно в день затмения 26 декабря люди могут вести себя агрессивно вопросы совести вопросы морали справедливости просто отойдут в этот день на второй план и люди могут использовать незаконные нечестные способы решения этих вопросов все будут пытаться любой ценой добиться результата и приблизиться к чему-то ощутимому материальному все будет рассматриваться с точки зрения расчета и выгоды люди будут стремиться закончить эти дела до конца 2019 года агрессивный марс будет в это время находиться в скорпионе а сатурн и плутон в козероге и вот этот аспект он тоже может толкать нас вести дела очень расчетливо с холодным рассудком и даже возможно давить на наших оппонентов такое все или ничего но также это придаст смелости ранимым и стеснительным личностям появится у всех желание в этот день высказать все что накопилось за этот год просто высказать в лицо и не особо сдерживать себя в каких-то высказываниях здесь не будет времени на раздумья некоторые захотят напугать своих оппонентов чтобы добиться желаемого и многие в этот день могут наговорить конечно же личного лишнего на эмоциях так как сдерживать себя нам всем будет очень очень трудно поэтому конечно бы я советовала все важные разговоры просто избежать и отложить также квадрат ретро уран в тельце и венера в водолее тоже может толкать нас на ненужную бравату в вопросах денег и в вопросах отношений некоторые захотят несмотря ни на что сейчас получить свободу от своих отношений ну а кто-то может решить просто одним махом рассчитаться со своими кредитами или со своими долгами даже не раздумывая о том как и на какие средства он будет жить дальше до следующего прихода денег если на момент затмения 26 декабря у вас уже наметилась трещина в ваших отношениях то лучше не провоцируйте скандалы в этот день в этот день люди могут легко разрывать отношения с партнерами и также легко они могут впускаться в новые отношения в обеих случаях абсолютно не раздумывая о последствиях это конечно же время кардинальных изменений которые вы должны помнить что невозможно будет вернуть назад если вы сейчас разорвете свои отношения то вы уже их не сможете восстановить поэтому ни в коем случае не ссорьтесь с близкими с дорогими любимыми людьми в этот период потому что вернуть хорошие отношения назад уже будет невозможно эта тема просто закроется ну а также во время данного коридора затмений не следует конфликтовать с вашим начальством с вашими коллегами если конечно вы уже не планируете искать новую работу коридор затмений принесет в нашу жизнь кардинальные перемены а вот какие эти перемены будут и как они повлияют на нашу дальнейшую жизнь конечно же зависит только от нас с вами в день затмения 26 декабря или в течение трех месяцев после этого затмения примерно до марта 2020 года все из нас получат то что заслужили для кого-то это будет подарок от судьбы ну а для кого-то это будет наказание как нужно себя вести при затмении всем нам в коридоре затмений все-таки лучше вести свой привычный образ жизни и ничего не менять не начинать что-то важное не начинать что-то новое это время когда всем нам нужно пересмотреть пересмотреть все прожитые события за 2019 год или даже за последние 10-12 лет а еще лучше если вы сейчас займетесь завершением тех дел которые вы не могли бы каким-то причинам закончить с января 2019 или с июля 2019 на прошлых затмениях вот сейчас очень хорошо эти дела закончить ну и конечно же кто сильнее других почувствует это затмение на уровне событий перемены больше всего то коснуться представителей знака стрелец близнецы и это касается как солнечных так и асцендентных знаков те у кого стелиум в знаке стрелец или близнецы особенно с личными планетами это луна марс меркурий и венера вы тоже очень сильно почувствуете это время козероги и раки конечно как солнечные так и асцендентные и те у кого в натальной карте выраженный земной или огненный тригон стелиумные раки и козероги тоже те у кого натальные кармические узлы на оси близнецы стрелец и на оси рак и козерог вы тоже почувствуете это сильно и в меньшей степени почувствуют коридор затмений это девы рыбы овны и весы это тоже касается как солнечных так и асцендентных и стелиумных знаков но кроме того это солнечное затмение 26 декабря почувствуют люди которые рождены вблизи этого числа это плюс минус 2-3 дня люди которые рождены рядом с 26 декабря у вас будет судьбоносный год для вас люди которые рождены вблизи 26 марта вблизи 26 июня и вблизи 26 сентября ну и давайте посмотрим что же не нужно делать на затмении не нужно начинать новые дела проекты принимать какие-то важные решения не одевайте в этот день новую одежду не подписывайте документы не заключайте какие-то контракты и конечно же не спорьте не принимайте участие в конфликтах не стригите ногти и волосы в этот день а также лучше всего остаться дома и вот 4 часа до затмения и 4 часа после затмения быть дома нехорошо в этот день отправляться в дальние поездки также не нужно спать в дневное время в день затмения постарайтесь в это время не готовить еду не оставляйте пищу открытой не сушите белье на открытом воздухе ну и конечно же нельзя брать в руки колющие режущие предметы в это время и не заключаем браки нужно все перенести на другое время что можно делать конечно же расслабляться расслабляться что-то заканчивать принимать расслабляющую ванну медитировать устроить себе сеанс ароматерапии просто отдыхать и очень хорошо в это время устроить себе разгрузочный день попаститься и еще не забывайте это время когда очень хорошо оказывать бескорыстную помощь участвовать в благотворительности вообще сделать какое-то доброе дело это вам обязательно зачтется ну вот а теперь давайте мы с вами посмотрим как затмение и коридор затмений повлияют на каждый из знаков зодиака итак дорогие близнецы 26 декабря 2019 года солнечное затмение произойдет в козероге в вашем восьмом доме восьмой дом это дом чужих денег дом возрождения трансформации мистики и зависимости вы в этот день сможете получить какие-то определенные результаты наконец от той работы которую вы проделали за 2019 год в день солнечного затмения те близнецы кто уже пытался разобраться со своими зависимости это может быть алкоголь наркотики кто пытался покончить со своими кредитами с долгами или с какими-то зависимыми отношениями сейчас сможет ну или изменить свою жизнь и проложить для себя наконец-то путь в новое будущее или же напротив останется погрязать в своих финансовых и личных проблемах далее солнечное затмение дорогие близнецы в вашем восьмом доме это будет для вас как итог экзамен когда вам дается последний шанс наконец-то все исправить закончить для того чтобы вы могли записать уже на долгие годы на восемнадцать с половиной лет а то и поколение положительную чистую карму также те близнецы кто из вас пытались уже убрать из своей жизни эти зависимости вы тоже сможете заложить уже прочный фундамент для того чтобы построить новую успешную жизнь и стать наконец-то финансово независимыми убрать из своей жизни зависимости от алкоголя или от других химических веществ или же дорогие близнецы от отношений которые могли держать вас как финансово так и физически поможет вам это затмение также избавиться и полностью избавить себя от страха это главные ваши задачи дорогие близнецы по козеробе в восьмом доме были в 2019 году для вас впрочем если вы ничего не делали не предпринимали за весь год никаких попыток избавиться от этих зависимостей то этот день может у вас проиграться совсем по-другому и тогда например ваши кредиторы сейчас без всяких раздумий могут потребовать от вас все деньги обратно и конечно же поставят вас этим в очень затруднительное положение но и у вас у самих тоже в этот день может присутствовать определенная решительность вы также можете найти какие-то юридические или другие способы чтобы заставить своих кредиторов подождать дальше и подчиниться вам поэтому дорогие близнецы уже сейчас вам нужно подготовиться и если вы знаете что подобная ситуация может проиграться в вашей жизни то подготовьтесь к ней или наоборот если вы не особенно успешно могли бороться с какими-то своими зависимостями с алкоголем с наркотиками то сейчас может произойти какая-то ситуация которая просто заставит заставит вас остепениться так что вы пересмотрите всю свою жизнь и начнете наконец-то ценить свою жизнь и свое здоровье и те близнецы которые за весь год не разобрались с какими-то зависимыми в сексуальном и финансовом плане отношениями то в этот день затмения ситуация в вашей жизни может обернуться таким образом что вас просто поставят перед окончательным выбором или вы уходите и освобождаетесь или же так и останетесь жить под гнетом чужой власти конечно же дорогие близнецы как поступать будете решать вы сами здесь лишь я привожу вам какие-то общие ситуации которые могут по отдельности проиграться у каждого из вас дорогие близнецы энергия затмения 26 декабря 2019 года она будет очень сильной ну а результат как я уже говорила каждый из вас получит тот который он заслужил поэтому постарайтесь хотя бы напоследок осознать какие-то свои ошибки на уходящем году чтобы облегчить свою жизнь по вашему восьмому дому дорогие близнецы я вам очень советую секстиль марс в вашем шестом доме работы и здоровье и плутон сатурн в козероге в вашем восьмом доме трансформации зависимости вот такой аспект он может добавить вам еще больше решительности для того чтобы вы начали что-то делать для того чтобы вы действовали сейчас желание и ваша нужда стать независимости независимыми может заставить кого-то из вас пойти на очень многое дорогие близнецы например кто-то может уволиться с ненавистной работы кто-то из вас может принять решение очень активно искать новую работу несмотря на все проблемы несмотря на все сложности ну а также будут такие близнецы которые решительно и бесповоротно решат разорвать отношения с тем кто вас подавляет и кто вас контролирует контролирует вас контролирует ваши действия или возможно даже ограничивает каким-то способом вашу свободу страх остаться без денег остаться без вашего социального статуса который имеется у вас сейчас или остаться в одиночестве он после этого уже не будет вами управлять дорогие близнецы 26 декабря 2019 года к вам просто придут силы которых возможно вам весь этот год могло не хватать главное постарайтесь сейчас не переходить какие-то границы чтобы не слишком нарушить здоровье вашей психики так как этот день для вас может быть очень-очень стрессовым хотя не только для вас дорогие близнецы квадрат меркурий в вашем седьмом доме партнерство и брака с лилит в рыбах вот будет давать нетерпение нетерпение высказываниях и это может сделать вас особенно неконтролируемы в этот день есть шанс что 26 декабря вы выскажите все дорогие близнецы что вы думаете об окружающих людях особенно то что касается вопроса вашего статуса что касается вопроса вашей карьеры или отношений ваших отношений с другими людьми вот здесь вы можете показать и высказать все свое негодование и своему начальству и своему супругу или супруге несмотря на то что это может нанести вред и вашей репутации конечно же и вашему статусу однако на затмение мы не можем контролировать себя и мы редко в силах выбирать как поступить потому что слишком сильное планетарное влияние на нас слишком сильной энергии вокруг нас и все же дорогие близнецы уже до 26 декабря до дня затмения вам все таки следует решить какие именно обиды у вас есть на вашего начальника на вашего работодателя например по теме вашей карьерной реализации или какие обиды вы держите на вашего партнера на супруга или на вашего родственника и вот чтобы заранее вы могли понять насколько далеко вы сейчас дорогие близнецы сможете зайти в сказанном и насколько губительно это может затем повлиять на ваши отношения но тем не менее ваше положение в обществе и социальный статус потому что ваш 10 дом в рыбах вас может заботить сейчас частично скорее всего вы не слишком заботитесь о том что думает о вас общество что думают о вас окружающие поэтому вы можете наговорить лишнего особенно в день затмения как я говорила вас с 7 домом стрельцы вообще может заносить далеко выяснение отношений особенно с вашим супругом здесь или супругом здесь могут быть скандалы вы например можете прямо где-то в общественном месте на улице например начать разбираться с вашим партнером и абсолютно не важно что вокруг вас будет полно свидетелей вашей ссоры все будут на это смотреть это вас не будет волновать дорогие близнецы особенно это касается тех близнецов у которых натальный стелиум в стрельце или уран марс венера плутон луна в стрельце вот это касается больше всего вас соответственно дорогие близнецы в день солнечного затмения он может сделать вас наиболее резкими агрессивными и в действиях и в словах поэтому старайтесь все таки себя сдерживать если ваши отношения с вашим собеседником все таки вам важны или дороги квадрат ретро уран в тельце в вашем двенадцатом доме уединение и венера водолей в вашем девятом доме философии путешествия образования вот некоторые из вас после дня солнечного затмения или даже в день солнечного затмения могут понять что единственный выход для вас это все решить это просто дорогие близнецы уехать куда глаза глядят бросить все потому что как на ретро уране в тельце в двенадцатом доме вы скорее всего вряд ли готовились заранее к переезду и вот все это может здесь произойти просто спонтанно когда вы после какого-то конфликта или после скандала можете хлопнуть дверью и уехать куда глаза глядят вы дорогие близнецы любите любите короткие путешествия но вы не любите переездов особенно что касается переездов на пмж вот именно в день затмения ситуация все-таки может вынудить вас решиться на переезд или вы сами можете осознать что вам нужно уехать или же в вашей жизни что-то сложится так что вам сейчас придется уезжать это конечно логично если кто-то из вас откажется сейчас от зависимости от кредитов от зависимого положения то конечно может прийти желание избавиться и начать свою жизнь с чистого листа ну а как это сделать если продолжать жить на том же месте конечно же это невозможно поэтому желание или нужда переехать она может быть выгодна для вас на данный момент но для окончательного решения переехать вам или нет все-таки важно смотреть аспекты вашей натальной карты этот квадрат ретро уран в вашем двенадцатом доме и венера водолея в девятом вообще дорогие близнецы может означать что вам сейчас даже может не хватать денег на билет или на переезд так как вы не успели подготовиться не успели заранее скопить денег или если вы например были замужем за иностранцем за гражданином другой страны такое тоже возможно то ситуация может произойти такая которая просто спонтанно заставит вас уехать и это будет очень тяжело морально для вас принять сейчас может раскрыться какая-то правда правда о происходящем вокруг вас за последнее время и о вашем статусе о вашем положении в обществе дорогие близнецы или же о вашем профессионализме о вашей карьере о вашей работе и вот это тоже может заставить вас решиться и задуматься о том что пора искать новую работу или пора искать какой-то новый карьерный путь и в день солнечного затмения 26 декабря вы вообще можете понять что самый лучший путь к независимости к свободе это конечно реализация своих талантов дорогие близнецы а не просто работа чтобы выжить может появиться желание начать не просто такую новую независимую жизнь а применить в этой жизни ваши реальные способности ваши таланты там где их будут ценить о чем вы могли забыть еще например с 2011 года дорогие близнецы возможно тогда вы уже занимались чем-то для вас очень интересным или работали в какой-то очень интересной области и вот сейчас это опять может натолкнуть вас на решение что если вы не можете вернуться в эту область то хотя бы найти для себя новое занятие или работу в которой вы точно сможете реализоваться и начать ощущать себя свободно и самодостаточно ну что ж дорогие близнецы у вас как вы видите на коридоре затмений будет много возможностей но будут и такие аспекты которых вам конечно придется задуматься я желаю вам удачи дорогие близнецы в достижениях и легкого периода затмений и до встречи на моем канале и до сих пор 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 моих он он Субтитры создавал DimaTorzok